Слава Иисусу Христу, дорогие люди! Всем вам хочу пожелать крепкого здоровья и напомнить вам о Господе Иисусе Христе. Вы знаете, сегодня наша страна, она как никогда нуждается в молитве, чтобы мы молились, поддерживали молитвенно наших клоинов, которые сегодня защищают нас, погладают свою жизнь, встроенные силы Украины, молиться за них, молиться за тех, кто сегодня находится в сырых окопах, молиться, поддерживать их духовно, молиться. Вы знаете, наши хлопцы на Абдеевском направлении, на Бахмутском направлении, они благодарят за тех, кто молится за них. И благодарят, что Бог слышит молитвы наши, слышит мои молитвы матерей, бабусь, дедусь, женок, детей. Бог чует молитву. И Бог отвечает, конечно. Мы много слышим свидетельств, как прилетает туда снаряд, а он не с детонировал. Бог сохранил жизнь. Конечно, к большому сожалению, есть у нас и потери, и некоторые люди уже нету с нами. И они отдали свою жизнь за нашу страну. Они пролили кровь свою за нашу страну. Вы знаете, так же самое Иисус Христос пролил святую кровь за каждого из нас. На кресте вися, дая свою жизнь, Он сказал, совершил, уплачил. Он уплатил за каждого из нас. Если мы уплату Христа, принимаем канцерские греха, Бог в реке прощает. Если мы Иисуса Христа отвергаем сыны, придется платить. Помните об этом. Иисус не только умер, Он воскрес, Он есть живой. Он слышит. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Говорил так Христос. Покайтесь это признать свои грехи. И попросите Бога прощения. Приверитесь с Богом. Читайте. Мы дарим бесплатно молитвенники молитву за Украину. Вы можете взять. Взять новый совет. Почитайте. Пусть Бог.